Эти гаражи в 4-м микроэйоне появились почти одновременно с новыми высотками. Их перевезли со своим скарбом новоселы. До поры до времени некрасивое разногабаритное строение терпели жители и власти города. Теперь Александра Гелязова, как и другие квартальные уполномоченные, ежедневно проводит мониторинг самовольно установленных строений. На 20 гаражей ракушек уже выписаны предписания. Выявляем собственника, направляем запросы в органы исполнительной власти нашей Тобольске. Если в случае не выявления, у нас уже идет другая процедура. Значит, эти гаражи будут у нас признаваться бесхозяйными, вскрываться. Заволновались и табаляки с ограниченными возможностями здоровья. Для них автомобили рядом с подъездом не просто удобство, а жизненно важный вопрос. Даже у тех домов, где расширили парковочные места в ходе благоустройства дворов, члены общественной палаты не увидели знака «Парковка для инвалидов». Отдельного парковочного места я для себя добиваюсь уже на протяжении двух лет. Нет полностью оборудованного. Есть разметки, но не стоят знаки, допустим, около дома, на поддомовой территории. И ты всегда для того, чтобы поставить свою машину вот сейчас, постоянно испытываешь сложности. Твое место заняли, а где ты докажешь, что это, допустим, твое место. Нету ни знака, но есть разметка. Сейчас под снегом ее не видно, эту разметку. Николай Хлупенков – волевой мужчина. Старается не показывать окружающим свой недуг, но, зная про немощь соседа, жители дали ему разрешение установить гараж на общей отмежованной земле. Более 60% жильцов опросил, и они мне подписали документ о том, что они не против, что если во дворе будет у меня стоять металлический гараж. В 2021 году заканчивается договор. Боюсь, что в дальнейшем его не продлят. Закон отрегулирован таким образом, чтобы создать комфортную следу для инвалидов. Закон говорит, вы, уважаемые, не беспокойтесь, у вас есть гарантированное место, поэтому свое транспортное средство вы можете разместить там, где вам гарантировано. Что касается гаражей, действительно такая норма в законе есть. Троительство гаражей предоставляется исключительно тем инвалидам, которым до 2005 года по линии соцзащиты было выделено транспортное средство. В Тобольске настроены решительно освободить земельные участки от самовольных строений. Подключились к этому вопросу общественники, управляющие компанией, домкомы. Ржавые постройки портят вингорода. Это стало еще заметнее, когда начали активно преображаться тобольские дворы. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Ольга Куричко, Михаил Куричко.